здравствуйте друзья сегодня я буду таким небольшим шеф-поваром мы будем готовить кальмар ну кальмары или кальмаров тут два падежа вы знаете винительный родительный одушевленные кальмары или неодушевленные ведь мы сразу с вами повторяем программу 6 класса средней советской школы я знаю что есть педагоги русского языка среди наших зрителей пусть они скажут я буду готовить кальмары святый кальмаров но не важно кальмары эти пришли из китайского магазина видите тут по-китайски написано на сказать что сквейд это не совсем кальмар но это почти кальмар как бы почти одно и то же есть небольшая разница так и незначительно и они уже почищены удобно они заморожены почищены все что с ними надо сделать это просто бросить в кипящую воду я я скажу вам что мы будем делать заранее значит мы их бросим в кипящую воду они покипят в ней ровно одну минуту после чего мы снимем кипящую воду с огня ну кастрюлю с ними с огня и дадим кальмарчиком там побыть три-четыре минутки вот в этой самой воде после чего будем считать что они готовы ключевым моментом в том что мы готовим кальмары состоит является то что нельзя перья варить чем дольше вы их держите на горячем состоянии тем жестче они становятся очень быстро можно довести до состояния такой подошвы который не жевать не резать ничего не сделать нельзя друзья у нас водичка закипает вы слышите звук это правда еще вот вытяжки тоже но внизу мы немножко посолим вот у нас есть у нас есть бисонь гималайская такая розовенькая немножко мы посолим собственно кипит она кипит давайте мы теперь вот что сделаем давайте вы теперь ножницы у меня есть у меня есть ножницы мы отрезаем эти подсветы хотя вы знаете что тут не нужны ножницы да не нужны ножницы все так вот это технологично подготовлено хотела взять как старая школа ножницы нет и получали ножницами было бы эстетичнее я бы сделала ножницами но сейчас ножницы пригодятся ножницы пригодятся потому что оно здесь в пакете разрезаем пакет так вообще накромоздят не забудь не забудь подожди прежде чем будешь высыпать не забудь включить таймер ну если сразу у нас есть таймер мы можем бросить и тут же нажать таймер там всего минута да да отлично 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 раз оп два так 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 оно должно кипеть минуту оно должно кипеть минуту да то есть таймер нужно нажать тогда когда оно закипит оно сейчас конечно не кипит было бы не честно так ну что друзья я могу сказать что оттаивают практически оттаяли помешиваем Светлана а вот чего я его помешиваю вот скажи а не надо и помешивать уже убери ложку оттуда ха 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 вот а хочется помешивать ну что друзья у нас закипает давайте я включу таймер на минутку вот пошел тикать вниз да было 57 56 он не такой яркий но видно вот и потом мы сделаем еще на на 3 минуты да 3-4 говорят но 3-30 сделаем все потом мы сделаем 3-30 и и нам будет сигнал помешать что ли ну кипит да он уже так хорошо кипит не будет мешать ты можешь поменьше огонь сделать чтобы оно сильно не булькало больше 100 градусов не будет нет нет но поэтому если оно кипит уже все равно зачем такой сильный огонь мы что экономим газ в парке пусть будет приятно смотреть как будет понимаешь тем более осталось всего 17 секунд да так 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 друзья вы должны услышать что время прошло 5 4 3 2 1 бубу так снимаем кастрюльку опа выключай да выключаем газ ну что друзья у нас уже время пошло кастрюлька стоит все хорошо ждем три с половиной минуты но часто можешь попробовать возьми блюдечко вот это и попробуй одну штучку уже не буду что тебе вот и и солью у нас есть душлаг вот тут есть раковина покажи у нас есть маленькая раковина на нашем островке на айленде есть маленькая раковина мы туда все это душлаг сольем и продегустируем обязательно продегустируем чтобы вам было хорошо видно что там происходит три с половиной минуты давайте я солью в душлаг и потом его промолю а то вот пенка знаете как бывает давай 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 кальмарчик давай 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 один не прошел а мы его ножичком сейчас подцепим вот сюда так и давайте промолим его промываем 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 все это так сильное струя и слабое я думаю что уже достаточно хотя она будет холодная нет ты хочешь все просто да согласен так ну что давайте продегустируем мы возьмем одно колечко и советскую нас отмечают зрители советская мельхиоровая вилка нож японский ну сори вот и значит у нас есть ножи к этим вилкам как то вот проще наверное с японскими посмотрим что получилось то что надо жуется хорошо жуется но не не сырое то есть у него не вкус сырого кальмара в общем друзья рекомендую у нас есть весы они такие электронные я сейчас на ее тарелочку поставлю у весов есть такая фишка хорошая что если что то поставить а потом включить вот то показывает ноль так а нам теперь надо может быть я наберу то есть показывает вес нетто да показывает вес без посуды это очень удобно очень удобно значит я буду потихонечку 3 колечка сколько 18 грамм 3 колечка это 18 грамм так так ты на весь день будешь откладывать или только я сейчас отложу себе один раз покушать так друзья я не хочу раскрывать секреты нашей кухни но мне в данном случае нужно сколько то грамм вот и посмотрите сколько получается на один раз чтобы вы не думали что ваш блогер тут голодает сильно так ровно ровно вот сколько надо сколько надо оно вот можете посмотреть вот это и это не все у меня на завтрак у меня еще кое-что сейчас будет тоже похоже на макароны в камере ну сори сори вот это вот на самом деле кальмары и еще кое-что к кальмарам у меня есть все друзья на этом мы с вами расстаемся хочу только сказать что вот этот передник мне привезли из отечества он новогодний с каким-то рисунком типа палехского да что то такое вот так что если вы думаете что нам привезти и не знаете какую шапку приобрести приобретите передник тоже тоже очень хорошо счастливо ну вот вот и про Продолжение следует...